Добрый день! Сегодня сделаю небольшой обзор на еще один станочек, собранный по моим чертежам, но с небольшими изменениями, доработками уже непосредственно от хозяина. Значит, был изменен узел, именно передаточное отношение в цепной передаче между двумя рамками. И было изменение внесено в крепление. Вот этот узел, чтобы было более удобно выставлять две рамки в горизонтальное положение, не ждать, когда станок сделает полный цикл, полный оборот. Покажу общий вид издалека, как это все выглядит. Станок изготовлен на двух опорах. Сделаны элементы для крепления формы. Сегодня покажу, как будем отливать форму. Форма, кстати, это быка. Это символ 2021 года. Это бык у нас. Тоже подробно сделаю видео, как мы его сегодня отольем. Значит, больше изменений в конструкцию внесено не было. Станок работает. Владелец доволен. Больше изменений в конструкцию никаких внесено не было. Так, что хотелось бы отметить. Обязательно люди, кто покупает чертежи, собирает данный станок по моим чертежам. Обращаю внимание, очень большое, что изменять передаточные отношения между двумя рамками нельзя. А именно, менять цепную передачу и коническую. Это очень важно. Во всем остальном, пожалуйста, меняйте габаритные размеры. Только, конечно, не до бесконечности, потому что есть ресурс у именно конической передачи. Если изменить размеры, габаритные размеры рамок, то вес станка поменяется и может зуб, коническая передача, очень быстро выходить из строя. Его и стирать будет, или съедать, или он будет отламываться. Так что это имейте в виду. Все остальное без изменений. Самое важное, напоминаю, это цепная передача. Цепь взята от корзины сцепления мотоцикла «Восход». Звездочки обе кастомные. Это когда задумаетесь собирать станок по моим чертежам, вам необходимо будет доступ к плазменному чипу-станку. Именно две звездочки. Одна как минимум точно, другая взята от корзины сцепления. Это стандартная. Здесь 31 зуб. Необходим будет доступ обязательно к плазменному чипу-станку. Все, в принципе, это самое главное. Вот так вот. Еще раз обойду со всех сторон. Сейчас мы закрепим эту форму, зальем, замешаем и покажу весь процесс уже отливки самой формы на этом станке. Вот и сам процесс отливки. Присходит форма бычка, закрепленная на станке. Надо было подробно еще снять, как сам процесс фиксации происходит самой формы. Станок работает тихо, практически бесшумно, плавно, без рывков, без ударов. Сам процесс отливки на станке занимает порядка 10 минут. То есть, станок вращается 10 минут. Отливать можно на станке разом несколько форм, что хозяин не продемонстрировал этого станка. Мне сейчас передо мной такая задача не стоит. У меня сейчас задача стоит форму бычка обкатать, поскольку данная форма выполнена на заказ. И она поедет к заказчику, чтобы я был точно уверен, что форма рабочая, легко расформовывается. Вот ней течет, у нее минимальные швы. Мне надо сейчас форму эту обкатать. Поэтому сейчас идет процесс обкатки. Весь процесс обкатки снимать не буду. Ну, то есть, это сильно долго. Займет 10 минут. Процесс будет монотонный. Ничего в нем не поменяется. Единственное, можно будет снять сам процесс раз формовки. Или раз опалубки. Как будто доставать отливку из формы. Еще что... И надо будет попозже, наверное, показать сам процесс. Окрепление формы на станке. Как происходит крепление быстро. Для чего именно форма такого коробчатого типа. Почему она удобней. И все в этом плане. В общем, станок закончит работать свою примерно через 9 минут. А там уже отольем еще одну форму. Форма будет миньончиков. Также покажу, как отливаются двойные формы. Форма миньончиков будет двойная. Заодно посмотрите, как станок работает. И какие отливки на нем получаются. Значит, станок закончил свою работу. Полный цикл. Отлили. Сейчас необходимо не снять форму со станка. Как и обещал, покажу, как происходит фиксация формы. Вот у нас стяжка. Обычная автомобильная. Крепится она в двух местах. Здесь подкладывается что-то. Она заодно и закрывает форму. И фиксирует форму на станке. То есть, сейчас происходит снятие формы силиконовой со станка. То есть, ослабляем автомобильную стяжку. Просто снимать. Двумя руками, конечно. Ну, вот так. Слабил. Вот. Раз. И там снимается. Шлеп. Все. Чтобы далеко стяжку не убирать. Раз. И он здесь. И разбирается эта конструкция. Аккуратненько. Это подкладочка для того, чтобы форма не бежала. Все. Отливка у нас получилась цельно летая. Она еще мокрая. Сейчас не расформуем. Ну, вот. Произошел сам процесс расформовки. Вот. Даже облой еще практически не убирали. Как есть, так есть. Сама форма. Вот она. Другая. Количество пузырей. Можете наблюдать, что их нет вообще. То есть, вот так работает станочек. Работает вот так. Правильная форма. Расформовка легкая. Количество облоя минимальное. Пузырей нет. Или практически нет. Отливка везде ровненькая. Ровненькая. Вот. Таким вот образом. Если у вас получается что-то подобное, значит у вас хорошая форма. И вы умеете. Сейчас давайте еще одну. Берем форму. Сейчас покажу, как выглядит она. Это форма миньонов. Тоже выполнена на заказ. Вот жесткий кожух. Вот силиконный вкладыш. Один, другой. Сейчас мы нанесем мыльное средство. Этот раз ни капля. Ну, не важно. Он тоже работает. Вот он результат. Как я уже говорил. Все отлично. Наносим мыльное средство. Чтобы вывести из углублений, углублений, поднутрений пузырьки воздуха на одну часть и на другую часть. Сейчас нанесем. Да. Много лить не надо. Главное, чтобы оно вообще присутствовало. Соберем форму в обратной последовательности. Ну, и сейчас будем фиксировать на станочке. Обещал. Вот форма. Установлен на станок. Сейчас покажу, как ее собирать и зафиксировать. То есть форму устанавливаем таким образом, чтобы центр формы желательно находился на оси вращения нашего выходного вала редуктора. То есть центр формы на оси выходного вала редуктора. Тогда она будет более корректно отливаться. Следующим этапом накрываем ее, чтобы создать более плотное прилегание между силиконовой частью и нашим донышком. В качестве донышка использую ламинированный ДСП. Закрываю. И здесь можно использовать или такой вот ролик, который сделан из профтрубы и роликов. И при помощи автомобильной стяжки, вот она выглядит таким образом, все это дело теперь фиксирую. Перекину туда и подтяну. То есть в результате автомобильная стяжка и закроет форму, и будет ее удерживать на станке во время его работ. Вот такая несложная конструкция, позволяет легко и быстро фиксировать форму на станке. Помню, что это форма миньончиков. У нас она форма двойная. Она тоже выполнена с заказом. Мы ее будем сейчас обкатывать, проверять, как она будет расформовываться, легко или нет. Сейчас замешаю гипс и сделаем обкатку. А потом, соответственно, расформовку. Ну вот, значит, на станок установили еще двойную форму миньончиков. И так в процессе находится все. Сейчас отольем, обкатаем еще одну эту форму. Пробуем расформовать, посмотрим, что получится. Форма, как видно, уже не бежит. Значит, хозяин, который выполнил станок по моим чертежам, ссылка на них, на чертежи, будет в описании обязательно, не закрытым. Внес свои небольшие изменения и доработки. Доволен станком полностью. Отливает он здесь сразу несколько форм. Двойные, тройные, получается у него за раз, за одну обкатку, получается, снимается с этого станка. Восемь форм. Причем, некоторые из них бывают двойные. То есть, часто задают вопросы в комментариях, можно ли на этом станке отливать больше одной-двух форм. Можно. Это реально, станок работает и позволяет это делать. То есть, проблем отливать формы на станке, сразу несколько штук, не проблема. Единственное, на что хотелось бы отметить, то, что формы надо выставлять именно по центру, по оси вращения выходного вала редуктора. То есть, чтобы ость вращения самой силиконовой формы находилась на оси вращения редуктора. Именно по высоте выше и ниже. То есть, вот так вот все равно, влево-вправо, сколько вы формы будете располагать. А вот так вот имеет значение. То есть, высота. Центр формы должен совпадать с центром оси вращения выходного вала редуктора. Сейчас станок закончит свою работу. Через 10 минут форму сниму со станка. Расформую. Посмотрю, что за сливка в итоге получилась. Насколько качественная. Сколько пузырей. Много ли облоя. Легко ли она расформовывается. Вот основные параметры, по которым я контролирую качество изготовления силиконовой формы. Еще хочу сделать одно небольшое дополнение. При сборке станка важно учитывать соосность. То есть, если ваша ось вращения, вот она, ось вращения, относительно оси вращения выходного вала редуктора будет смещена, ну, допустим, на несколько миллиметров, то станок будет работать, ну, то есть, у него будет отсутствовать соосность, и вы получите шумы. То есть, при работе станка. Чтобы он работал плавно, аккуратно, без шума, без толчков, ударов, скрежета, необходимо соблюдать соосность. Что в одной рамке, а что в другой. Вот так вот выглядит плавная и бесшумная работа станка. По поводу цены сразу тоже хотел бы сказать. Если кто-то задумался собрать себе поддуманный станок, то бюджет данного станка немаленький. Учню почему. Мотор-редуктор синий, который находится сзади, цена ему 15 тысяч рублей. Дальше идет. Токарные работы, это как вы договоритесь с токарем, ну, в основном, в среднем, от 5 тысяч рублей. Закладывайте на токарные работы. Следующая. Цепная передача. Вырезать звездочку на плазменном ЧПУ-станке для цепной передачи стоит в районе 2 тысяч рублей. Плюс сама цепь. Цепь от корзины сцепления мотоцикловосход стоит в районе 2 тысяч рублей. Учитывая, что здесь цепь не одна, а несколько звеньев соединены вместе, то общая сумма доходит до 2 тысяч рублей. Все зависит от длины вашего станка, от габаритных размеров. Чем больше будут габаритные размеры вашего станка, тем больше участков цепи вам потребуется. Дальше. Сама звездочка следующая. В районе 800 рублей. Это от самой корзины сцепления. Потом труба, профтруба в районе 4 тысяч рублей. В подшипнике 3 тысячи рублей. Ну и останется коническая передача. Коническая передача стоит всего 300. Дальше сварочные работы и стоимость сборки. Чтобы найти человека, который все это вместе скрутил, собрал и настроил. Еще здесь используется частотный преобразователь, который управляет мотор-редуктором. Частотный преобразователь стоит от 8 до 10 тысяч рублей. Вот весь бюджет, который вам потребуется для сборки данного станка. Так вот выглядит сам щит управления. Это частотный преобразователь, это таймер времени, это блок питания для таймера. Ну и выключатель, который все это делал стартует. Гипс. Тут несколько вариантов. Кто чем отливает, кто-то умный гипсом, допустим. Гипс G16. Все замешивается даже вот на таких вот обычных весах. Но он должен быть достаточно точным. Ну то на таймере осталось 2 минуты. Установок через 2 минуты закончится свою работу. И можно будет через еще примерно 7 минут расформовывать нашу силиконовую форму и доставать с мячкой. Форма не сложная. Сами отливки имеют небольшие габаритные размеры, поэтому сильно долго держать форму, вернее отливку в форме не имеет смысла. Вот, но закончил свой цикл работы через 10 минут. Рамки обе практически находятся в горизонтальном положении. Вот есть небольшие разбеги. Все, ждем еще некоторое время. Форму сейчас можно уже снять со станка и установить другую для активки. Ну, поскольку моя задача стоит просто обкатать силиконовую форму и посмотреть, насколько она легко расформовывается, насколько минимальные швы. Пускай она еще постоит здесь на станке, а потом я уже буду снимать и заниматься самой расформоваткой. То есть на то, но мы уже пересматривали и смотрели, бывало чего-то убавляли, чего-то... И стеблем-то получается не маленький. Вот, все это кашпо. Для начала было сделано 7 силиконовых форм. Все они кашпо. Вот так выглядит у нас процесс расформовки. Двойной силиконовой формы. Это у нас миньончики. Смелее. Сломать нечего. Мелких элементов нет. Самое сложное будет вывернуть вот в этом месте, потому что объемный. Подсохли? Подсохли, уже можно расформовывать. Крем пальцем сюда раз, упирайся в нее. Все. Все, вот так. А на хуярно болтается? Вот. Процесс расформовки. Вот этих челдобасов. О, красавчик. Все, отлично. Вот такая вот зверюга. Ну, есть небольшие эти. Ну, а это пузырьки попали. И надо будет просто подольше, может быть, подержать в форме. Потому что еще... Гипс. Совсем свежий. Вот такая вот трансформовка получилась. Одна силиконовая часть, другая силиконовая часть. Вот такие вот отливки. Швов вообще нет. Побольше добавить туда наше средство капли и будет идеальная отливочка. Ну, в общем, вот так вот выглядит процесс расформовки силиконовой формы, отлитой на станке. Ну, так происходит заливка формы на станке. Ну, а все остальное туда. Закрываем все крышечкой плотненько. Все, пристегиваем формы фиксируем их на станке и заодно закрываем. Слабить, на, маленечко. Вот так, ослабить немножко надо. Куда она торопиться не надо, да? Да, здесь. Здесь спешки не нужна. Да, в принципе, как и везде. Все? Да, все. Форма держится. Зафиксируем. Теперь включаем станочек. И ждем 10 минуточек. Все, вот так вот отливаем на станке сразу несколько форм. Многие задавали вопросы в комментариях, реально ли на станке отливать больше одной формы. Да, вполне реально. Как утверждает хозяин станка, я 8. 8 отливал. И почему-то я ему верю. Субтитры сделал DimaTorzok